Всем привет, это Оля Понедельник, и сегодня мы поговорим о Крест-Понедельках! Всем привет, меня зовут Оля Понедельник. Вы, наверное, уже заметили, что у меня долгое время не было всяких красивых огоньков, как у других ютуберов. Я подумала, чем я хуже? Вот, сидит сзади, ну вся. Она будет сегодня нашими огоньками, будет держать огоньки, вообще создавать движуху на заднем плане. Поэтому давайте ее поддержим. Ты справишься, я верю тебя. Да, мне стыдно. Есть стыдно. Давайте, пишите, кстати, хотите, чтобы Нюся была еще там сзади? Нет. А то ей стыдно. Поэтому надо просто ее уговорить, правильно? Сегодня будут опять книжные покупки, и я покажу сегодня все до конца, все, что я купила за предыдущий, хотел сказать, предыдущий месяц, но за все то время, что я покупала. Я сейчас столько всего накупила, вы даже не представляете. Я не знаю, мне кажется, месяца четыре я еще не буду покупать книги, настолько всего этого много. Вообще ужас. Я превзошла все свои лимиты, все свои границы. У меня бывали такие моменты, что я там сделаю заказ, и через несколько дней я понимаю, что мне еще нужно делать заказ. В общем, сейчас Нюся будет делать заказ, и я такая, блин, а может мне присоединиться? В общем, вы понимаете? О, я сказала, что не будешь. Вы понимаете, я схожу с ума. Я еще думаю. Я взрослый человек, могу решать, когда мне купить книжечек. Итак, давайте начнем. Ох, я думаю, я надеюсь, сегодня поменьше монтажа делать, потому что я так устала. Я вчера авандировала эти пятиминутные книжные покупки, часа три, наверное, я не знаю, что со мной. Давайте я буду без мастера монтажа сегодня. Первая книга очень для меня значимая. Ян Мартелл, Ракоматева из Хельсинки. О, я даже произнесла. Почему сегодня это дело? Вот, эта книга очень важна для меня, потому что здесь оставили автограф из своей девочки. Нюра оставила, потом Оля, которая близняшка, и Аля, конечно же. Так что это такая книжка, а теперь у меня... Я посмотрела в адрес. Нет, она была уже, что она там... Для меня это, короче, такая книжка уже достаточно важная, даже если мне не очень понравятся рассказы, которые в этом сборнике. Хотя я уверена, что они мне понравятся. Тут такие отзывы на обороте про этот сборник, и вообще, что там чуть ли не каждый из рассказов экранизирован. Поэтому я в большом предвкушении, и, конечно же, многого ожидаю от этой книги, что может все немножко испортить. Следующую книгу я купила только вчера. У меня с ней, как всегда, есть история. У меня со всеми книгами, по-моему, есть история. Я очень долгое время искала в книжных магазинах то самое новое издание Гарри Поттера. Я приходила, его как раз к нам завезли в Россию. Я приходила и видела, что там остаются в лучшем случае... Четвертая, пятая, шестая, седьмая часть. Первая, вторая, третья. Шара по шарам покати. Про первую я вообще молчу. Недавно поехала я в какую-то дальнюю книжную, нашла там первую часть, но она была такая... Помятая, так скажем. Полапали ее люди в магазине, обложка-то мягкая. Поэтому я пошла в свой районный магазин, уже ни на что не надеялась, потому что я там уже искала. Подошла к консультанту, говорю, помогите мне, мне нужна эта книга. И мы вместе нашли где-то там за, уже за книгами, она пряталась. Понятное дело, только она пряталась, ее никто не трогал. В общем, у меня теперь есть свой Гарри Поттер на английском. Конечно, пока что первая часть, потому что это дорогие книги. Они стоят, наверное, как подарочные на русском языке. Эту я купила за 700 рублей, то есть это немало я считаю. Но я очень счастлива, мне очень нравится именно это издание. Я понимаю, вот то, которое предыдущее было, оно тоже очень красивое. Когда я увидела это, я поняла, что нам просто быть вместе. И, конечно же, нужно мне читать зимой эту книгу, потому что первая часть Гарри Поттера с философским камнем, которая у меня всегда ассоциируется с зимой, потому что у Гарри там самое клевое первое Рождество, такое очень-очень крутое, где ему все дарят подарки, где он просыпается, понимает, что можно праздновать Рождество. В общем, потрясающая книга. Ну, вы знаете об этом, да? Что у нас дальше? Дальше еще одна книга, купленная мной вчера же, в том самом далеком книжном магазине, где был Гарри Поттер мятый. Это у нас Герберт Уэллс, Доктор, Остров Доктора Моро называется книга. Даже на русском языке я про нее, если честно, не слышала. У Герберта Уэллса я только про Войну миров, наверное, слышала. Кстати, там была и Война миров тоже, но я решила вот именно с Острова начать, потому что Герберта Уэллса я пока ничего не читала. Это такое приятное резиновое пингвиновское издание, очень приятное. И вообще сейчас меняют ведь ценники в книжных магазинах, как вы знаете, вообще на все меняют ценники. И вот я была зрителем того, как ходили консультанты, работники магазина и переклеивали эти ценники на более высокие, конечно же. Вот эта книга без переклеенного ценника, они пока не успели переклеить. И давайте насчет 3 я скажу, за сколько я купила. Раз, два, три, 137 рублей. На каком-нибудь Book Depository оно стоит, я не знаю, ну, долларов 7, может быть, 10. Так что я просто победитель по жизни. Смотрим, что у нас дальше. Дальше я заказала «Стеклянный трон» Сара Джей Масс. Да? Сара Джей Масс. Звучит странно по-русски. Вообще, это книга, которая мелькает у всех англоязычных буксюберов, они все ее очень любят. Книга про девушку-ассасина, которая там всех убивает и все такое. Фэнтезиатинка. Мне в последнее время что-то хочется в фэнтези почитать. Я посмотрела «Хоббита» ведь последнюю часть, и теперь меня на фэнтези тянет. Я надеюсь, что тут будет что-то занятное, ну, потому что столько народа ее любит. Должно же мне что-то понравиться. Она не очень тоненькая, правда. Тут страничек 500, наверное. Но я думаю, что надо к ней все-таки скоро подобраться. Мюся, я уже забыла опять про Мюся. Я иногда так кидаю взгляд, и у меня там огоньки. Ой, Мюся, она уже лежит, все. Дальше книга, которую вы видели, если смотрели, видео с ярмарки Non-Fiction. Там как раз было показано прям вживую, как я покупаю эту книгу, как я была счастлива. С властена Яна Макьюина. Да, я сейчас читаю рецензии на нее и понимаю, что там народ мне в восторге. Но все же это мой любимый автор, без преувеличений. Один из моих любимых точно. Поэтому я не могла пройти мимо этой книги. И вообще описание мне очень понравилось. Там что-то с 20 веком связанное. Так что я очень жду, когда я наконец доберусь до этой книжки. У меня совсем так вообще на самом деле. Следующая книга, книга, которую надо прочитать. Это из того разряда книг, которые именно надо читать, как я читала Селлинджера. Он мне очень понравился, да, но я бы его не прочитала, если бы не такое сложившееся всеобщее мнение об этих книгах, что они прекрасны. Так что про эту книгу я скажу то же самое. Это Харпер Лилби Пересмешника. Детская литература, как я поняла. И эту книгу мне подарила Улилай на мой день рождения, который был полгода назад. Но книга дошла до меня только сейчас. Так что тоже наложу на нее свои ручки. Дальше у меня целых 4 книги. В одном я вам покажу. Во-первых, это... Так, с чего начнем? Это Дружество кольца, как переведено в этой части. Хоббита, хотела сказать. Джона Толкина. Конечно, я хочу сейчас попробовать все-таки прочитать заново в «Стеленный колец», потому что первая моя попытка была неудачной. Вот это такое издание, которое 2003-го, по-моему, года, то есть такое старенькое достаточно, но оно еще везде продается. Это мне досталось в рубли за 130, наверное, то есть вообще копейки. Потом идет дальше, что у нас. Две твердыни. Вторая часть. Возвращение государя. Третья часть. И я еще купила еще одну книгу и еще одного «Властелина колец». В другом переводе я решила попробовать тот самый известный, наверное, самый перевод. Муравьева, по-моему, да? И вот в таком издании, как вы видите, вот я сейчас сравню. Толщина у них, конечно, разная, хотя это одна и та же книга, поэтому здесь шрифт, наверное, все-таки мелковатенький. И обложки, ну, я вот не знаю, вот от этого я не в восторге, чисто из-за перевода я купила. И такие странички приятно газетные. Не знаю, я в последнее время что-то... Мне нравятся газетные странички. Тут тоже, кстати, подобного рода странички. Так, тихо, осторожно. Поэтому, да, я все-таки попробую, и я хочу прочитать обе эти книги, оба варианта перевода, чтобы все-таки вам сказать, что стоит покупать, потому что... Вот тут, кстати, бильба у нас «Бэбинс». Тут у нас «Торбинсы». Да, тут, по-моему, «Торбинсы», да? Да, да. Ну, дайте мне хоть что-нибудь. Это плохая идея всегда искать во время съемок. Ну, в общем, тут разный перевод с фамилией, имен, и некоторые имена переведены странно. Вот этот, по-моему, тот самый перевод, который адаптирован на русский язык очень сильно, когда там у нас была Кэти, а получилось Катя, то есть из этого рода переводов. Тут тоже какой-то странный перевод. И, допустим, бильба Бэггинс, да, как он в фильме, и как он у меня в моем хоббитовском издании, я вот этого перевода не нашла, по-моему, я даже не знаю, где он. Ничего устала? Мы идем дальше. Так, я вам покажу, давайте сразу должен быть кадр со всем Толкиным. Вот сколько у меня теперь Толкина. И, конечно же, нужно скорее вычитать. Что у нас дальше? Нашла я издание. Помните, я разыгрывала когда-то эту книгу, такую же книгу, «Хорошо быть тихоней» Стивенович Боски, и я увидела, что я сейчас переиздаю с белыми страничками, я пошла охотиться на зеленые странички, настолько мне эта книга понравилась внешне. Так что посмотрим. И еще, почему я ее очень хочу прочитать. Говорят, что похоже на «Над пропастью воржи», и я очень на это надеюсь. Что у нас дальше? Дальше у нас «Когда отдыхают ангелы» Марина Рамштам. Вторая книга Марина Рамштам, которую я купила, эту я купила на нонфикшене, и, конечно, она с автографом. Так-так-так, можно найти. Написано «Оле с особо сильным чувством, как дружелюбному читателю». Вот так. Следующая книга попалась мне в двух экземплярах. Хотела сказать, к сожалению, но все-таки, наверное, к счастью. Раньше, когда мне попадались книги в двух экземплярах, я не знала, что с ними делать. Я старалась либо отдать кому-то, либо еще что-то с ними сделать. Но сейчас я понимаю, что круто, у меня две одинаковых абсолютно книги. Пусть они стоят у меня на полке и радуют меня. Вообще, одну будут читать, а вторая будет радовать меня в это же время, в это же одновременно. Ведь представляете, как классно? Ты читаешь и смотришь на обложку одновременно. Это я изобрела сейчас шикарную вещь. Вот. Это книга «Темные тайны» Джиллиан Флинн. Мне одну из этих книг, сейчас скажу, которую... Вот эту. Вот эту мне подарила Эльнара, девушку зовут. Да, я надеюсь, правильно сказала. Как раз она подошла к нам на нон-фикшене. Али она подарила Сафона, а мне она подарила «Темные тайны» Гирин Флинн. Я, конечно же, очень хотела прочитать эту книгу и из-за фильма, и описания. Мне понравилось там «Маньяки». Поэтому вот. Эту книгу я, кстати, тоже купила на нон-фикшене, и там с разницей буквально 20 минут я купила, и мне подарили. Так что вот такая судьба ждала эти две книги, и они будут у меня храниться. Так что спасибо еще раз Эльнара. Я считаю, что, наверное, мне надо теперь по несколько экземпляров покупать книги просто для красоты. Не знаю, что будем шпать на полу. Ничего. Мне так неловко. Мне неловко, что тебе неловко. А как у нас еще будут новогодние огоньки? Все там сидят под елками, я не знаю. Все к мишурой укутались, а у меня даже огоньков нет. Я тоже хочу огоньки. Ой, у меня уже не осталось книг. На сегодня это получается все. Да, Нюсь? Да. Ты устала держать? Нет. Нет? Еще подержишь? Так что не надо бежать. Мы как раз сейчас в сале идем на почту, и будем отправлять вам закладки наши с нашим изображением. Мне очень-очень жаль, что нам не хватило закладок на всех, потому что очень много народу нам написало. Мы этого не ожидали. У нас было всего 100 закладок, поэтому мы просто физически не можем столько отправить. Но мы сейчас, прям вот буквально сейчас-сейчас, собираемся сделать еще один тираж. Я надеюсь, может получится даже на другой бумаге получше, потому что это мне не очень понравилось, как сделано. Но все-таки первый блин наш был ковым, и я надеюсь, что следующий будет лучше. Как только будет следующий тираж, я обязательно вам скажу. И мы, наверное, даже немножко другую систему сделаем, как можно получить эти закладки, потому что получалось, что много человек пишут одновременно, и ты ничего не успеваешь понять, кто чего, кто оплатил эти закладки, кто нет, где адреса. В общем, очень сложно, поэтому в следующий раз, я думаю, это будет в форме анкеты, которую нужно заполнить, и она будет уходить к нам на почту. Так будет очень просто. Потому что, кстати, Аля написала человек 40, а ВКонтактик позволяет ответить только 20 людям в сутки незнакомым, ну, которые у тебя не во френдах. Поэтому вот так получилось, что мы сейчас просто в какой-то панике, что делать мы не понимаем. Напишите, кстати, в комментариях, что еще бы вы хотели получить с нашим изображением, потому что закладки это одно, может быть, вам интересно, я не знаю, что еще можно сделать мне. Не знаю, я не знаю. Я очень хочу футболки, вот я не знаю. Я хочу футболку себе с Буктьюбом, чтобы там было написано Буктьюб. Аля меня не... Нет, Аля меня поддерживает, но она так сомневается, делать или не делать. А я очень хочу, прям жутко, сделай мне корону. Вот, поэтому, да, оставляйте свои мнения, вообще все пишите в комментариях. Давайте пообщаемся сегодня. И сегодня, да, еще раз я хочу сказать, что сегодня все. Я среда ваша. Пока. Нюхся! Так, теперь мне нужно сделать это. Я не смогу поднять. Так, Оля. Вот как делают эти англоязычные Буктьюберы, которые покупают 50 книг в месяц? И как они ставят себе на заставку в 70? 50. Ну, зачем, чтобы все тебя видели? А я не в фокусе. Кто ты? Скажи мне, кто ты? Котик. О, теперь я в фокусе. Я звезда. Я звезда, я в фокусе. Я звезда. Я звезда. Почему ты? Сейчас ты будешь звездой. О, ты в фокусе. Да. Я звезда. Я звезда. Я звезда. Нет. Мы как в детском саду. Дай мне тоже. Дай мне. Дай мне. Дай мне. Я даже, кстати, оттуда вообще ничего не вижу, что происходит. Да. Сделай корону. Сделай себе корону. Да? Да? Да. Мне не фокус. Да. У меня. О, давай. Так. Да. Давай, разом. Звезда.